Рассказ Фёдора Она имела особое написание, и это особое написание, оно как бы ввело в проистоки русского алфавита, того самого, который был не алфавитом, а азбукой. Азбука – это не набор, фонем для использования, а это смысловая система, когда с помощью этой системы можно построить весь мир. Из азбуки строится весь мир в буквальном смысле слова. Так глубоко Бог задумал возникновение мира из знаков, образов и звуков. И всё это в триединстве, и всё это то, что дано мастеру и тому, кто стремится использовать это мастерство для своего совершенствования. Он идёт вверх по ступеням эволюции и не сбивается на пути деградации, которые предлагает современная цивилизация. Он отделяет тончайшие наносы провокаций на путь деградации и избегает всяческих соскальзываний с прямого восходящего пути. Этот человек сам себе хозяин, сам себе мастер. А у нас множество других людей, подумал Фёдор, ищут всегда какой-то поддержки в каком-то другом человеке. Да, и вот благодаря якобы этой поддержке он крепче. Но другой человек имеет другой путь эволюции и полагаться на то, что именно другой человек станет мерилом укрепления исходной личности, скажем, вот того же Фёдора. Подумал Фёдор. Меня же, того же. Это наивно. Только сам Фёдор может в себе найти пути развития, пути продвижения к правильному существованию своей и не личности, а души и своего духа. Личность – это то, что выглядит снаружи, мой. И иногда приятно выглядит, но на самом деле она уже опустошилась. Такие случаи, конечно, очень часто бывают. И сначала вроде как лицо, личность и его манеры привлекают, а потом другой, кто искал и нашёл якобы симпатичного субъекта, отворачивается. Потому что там дальше идёт пустота. То есть такая личность только заботилась о внешнем своём облике и чему способствует, собственно, нынешняя культура. Фото, где фотографируется внешняя сторона. И даже на пути к ещё большей перфектизации, такие сторонники внешнего вида идут на различные воздействия ядовитых веществ. Ботокс и прочие, которые разглаживают кожу, но фактически её парализуют. И вот благодаря этой парализации наступает временное внешнее омоложение. На самом деле кожа потом будет как раз дрябнуть. И это только способствует скорейшему старению этого лица, которое очень заботилось о внешней стороне. Наша русская культура, она никогда не пленялась только поверхностным обликом. Хотя не скрою, что привлекательность вообще всегда была мила русскому человеку. Он стремился к хорошему виду, но не за счёт каких-то демонических манипуляций с кожей. Вот как я сказал. Привлечение яда, который практически реально превращает кожу в покрытие. Ну, как чемодан, допустим, из хорошей кожи. Но это не значит, что человек – чемодан. Человек живой, и всё то, что происходит с его лицом, должно быть видно, а не скрываемо умелыми косметологами, которые зарабатывают деньги. И вот везде деньги, 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 они вклиниваются в любую щель, чтобы сместить ценности человека с настоящих ценностей на лживые. На счёт в банке или тяжёлый кошелёк, или что-то подобное, что одно и то же. Пузыри, которые раздувает современная цивилизация, сказал Фёдор, сначала сам себе, а потом и другим, это те пузыри, за которыми гоняются все молодые люди сейчас, потому что их опутали сетью таких смартфонов, которые пронизаны специальными облучениями, диктующими быть фальшивым. Фальшивым. Да, может быть, временно будет улучшена внешняя сторона этой личности, да, то есть ориентированной на внешнее, чтобы вот она выглядела лучше. Но в большой перспективе эта личность где-то вынуждена будет раскрыть свои истинные качества. И гоняясь за личностью, а не за человеком, мы, как правило, натыкаемся на пустую яму, в которую падать нам неохота, потому что это была западня. И вот чтобы поменьше таких людей, личностей или людей западней было, нужно развивать сначала в себе самом искренние качества души и искренние качества духа. Триединство дух, душа, тело – это простое триединство. Христиане делали там, помните, что? Троицу – Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух. Конечно, соответствие там немножко другое, потому что Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух, Троица, которую заимствовали они, как принцип, конечно, а не как структуру сущностную. Но здесь идёт как бы опорное исхождение от Бога, что является духом уже. Бог-Отец – это уже дух. Потом идёт Бог-Сын – это ясно, что это душа. Правильно? Ведь душа, она исходит от духа, питается духом, дух всегда высший, душа перенимает всё хорошее. Бог-Отец – Святой Дух. А зачем тут опять дух появился? А там, на этом месте была женщина, богиня-мать в ведических Троицах. А вот когда заменили на опять дух, сначала был дух, потому что Бог – это дух, тонкое начало, да, всепроникающее и так далее, и в конце опять. То есть, получилась полная билиберда у христиан, никакой внутренней символизации, просто замена, такая поповская замена вот последнего звена, на опять-таки дух, ну, какой-то святой. А на самом деле здесь-то как раз было что? Богиня-мать, то есть женское начало. Богиня-мать – это аспект Бога, и совершенно верно, он третий аспект Бога в ведической культуре. И это есть природа. Это есть и внешнее оформление природы. То есть, это есть как бы телесное начало, которое стоит, естественно, на третьем месте. И эти вот самые христиане, которые все взяли и подогнали под свои какие-то каноны, непонятные, а точнее вредные, но об этом специальный разговор был бы, да и вы найдете, если хотите. Чем вредно христианство, как оно запутало мышление. И вот здесь, в этой троице, главное, уже вот эта путаница появилась, что крайние члены троицы – это все дух. Но сначала Бог-дух, и Бог одно и то же. А потом, в конце, получился Бог-святой дух. Потому что везде все равно Бог. Это ясно. А разницы-то никакой нет. Он всегда святой. Понимаете, то есть, явное непонимание вообще истинного значения или запутывания, приказа в голове, чтобы была у верующего. Вот это все и сделано. Болтовня, повторение и обессмысливание троицы. Вот что такое христианская троица. Потому что на третьем месте стояла Богиня-мать. У меня вот была ученица Богма. Ну, а что вы знаете об этом имени? Это Богиня-мать. Славянское имя Богма. Богиня-мать. И Богине-матери отведено место троицы третье. Потому что она архитектор вселенной. Она строит внешний физический вид вселенной. Но этот внешний вид опирается на Бога. Бог-отец. Это правильно у христиан. Видите? Можно же искать и видеть, что взято и что осталось верным. Бог-отец. Дух. Тончайшая материя. Которая есть дух. Но это все равно материя. Она ну, дуалистична, если хотите. Она же невидима. Потрогать нельзя. Но она есть. А если она есть, значит, это уже материя. Это уже материя. Но настолько тончайшая материя, что никакие усилия наши мысленные не позволят нам найти способ нащупать ее. Потрогать. Потому что вот сущность человека обыкновенного это потрогать, проверить. Вот вспомните Фомуни, верующего. Он хотел рану Христа проверить, положить перстам, так сказать, след от копья римского солдата. Вот когда он прикоснулся, вот тогда он сказал да, 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 теперь я знаю, что это тот Христос и он воскрес и я теперь верю, что он воскрес. Там ведь можно выделять из Евангелий то, что было когда-то в Ведах первоначально и говорить это верно, а это неверно. И вот это чувство развлечения оно управляется Хамсой чакрой. Хамсой чакрой. Вообще Хамса Са это есть то Са она та Са вот А Хам Хам мы знаем прекрасно это слово это и в Библии тоже описано это не этическое поведение младшего по отношению к старшему. Вот что такое Хам. Ну а тут то при чем в названии этой чакры которая находится выше выше пятой чакры Вишудхи но не достигает шестой чакры лобовой а находится ниже где переносится что это такое хам здесь хамса здесь понятие хама оно трактуется как вызывание четкого образа из невидимого неслышимого незнаемого и превращение его в знаемое видимое и слышимое вот это вот это же чувство развлечения на хамсе чакры да переносится и вот человек из ничего получает четкое устойчивое понимание что было совершенно невидимо и праведное это действие или наоборот подлое и неправильное вот что такое хамса чакра то есть здесь человек на уровне этого удара хам удар молоток хаммер по немецки получает четкое знание из ничего из внешне недейственного мира но кто-то это это сделал и он узнает кто сделал и что сделал плохое или хорошее сначала в грубом плане а потом все в деталях если он умеет раскручивать хамсу чакру так что это знание которое христианство вымарало оно вообще учение о чакрах выгонило потому что идя по этому учению о чакрах человек придет к тонкости восприятия и к тому что он узнает правду через свои тонкие системы а этого христианству не надо это религия лунная лунная и темная а ведизм это религия светлая солнечная и правдивая здесь нет ничего скрытого а наш мир основан на том чтобы обмануть всех и вся вот сейчас обманули всех с нашими видами прогресса которые оказывается служат регрессу ну скажем телефон да айфон мобильная связь все носят эту коробочку говорят и на определенном режиме когда надо вступать в контакт с собеседником возникает именно отравление теми волнами а сейчас уже 5G волны везде все марки уже модернизированы и все с радостью купили новое поколение айфонов и пользуются ими а эти айфоны особо активно парализуют собственную систему собственную тонкую систему человека то есть враги рода человеческого они глубоко позаботились о парализации человека истинного которому не нужен айфон он все знает и так потому что его чакры не забиты не заблокированы и он очищен своим образом жизни его поколение здоровое потому что он его воспитывает в ведическом ключе ведический ключ это единый ключ для развития всего живого если ты хочешь быть живым и создать живое поколение которое продолжит тебя в бесконечность то ты должен прийти к видизму пусть ты был когда-то в темноте но ты нашел нужное а не пошел допустим в это христианство где все специально устроено по образу и подобию приобщение к высшему но на самом деле это залавливание ищущих и их массирование массирование то есть дело не таких прихожан какой-то единой массы которая не способна на собственное восприятие явления оно слушает что говорит пастор и как бы удовлетворяется этим вот сходил церковь приобщился к высшему но позиция христианства как лунной религии она ясна и те же мусульмане которые тоже из собственно еврейского корня произошли они вот как ни странно да как вселенная хитро устроена они восстали против продажности христиан торгашества и эта религия как бы антитезисом своем в негативном триадном блоке авраамических религий иудаизм мусульманство христианство оно ну вы помните гегельскую триаду да тезис антитезис синтез так вот на месте антитезиса стоит как раз мусульманство и вот оно восстало против дьяволизма этой религии будь то христианская и так далее в середине находясь оно знаменует восстание против собственного лунного культа который породил эту триаду религий вот это удивительно что в еврейском народе заключен поиск правды хотя создали всю систему из лунного культа поклонения дьяволу но никто как евреи способный найти свой путь настоящий придя к ведизму потому что они очень пытливые имеют независимое мышление и хотят прийти к правде к солнцу и так из этих трех авраамических религий одна мусульманская порвала тем самым дьяволом который назвал себя богом и организовал ложное поклонение якобы богу приятно приятно что вот человечество не удалось запутать хотя путали основательно нашли нашли мусульмане то что нужно было найти человеку то есть ведический путь но это не значит что не существует трений между мусульманством ведизмом это все понятно но все таки в рамках авраамической системы лунного культа есть свои прозрения и кстати и в христианстве тоже есть восстание против того что породило это христианство восстание против бога дьявола ваш отец дьявол вы поклоняетесь ему и вы лицемеры говорите то что кажется приятным и правдивым на самом деле вы лжете ваш отец лжец и на лжи построено все что он создал для ваших неразумных голов вот в одном из таком таких переводов можно так сформулировать то что сказал христос который восстал вот это восстание понимаете оно прорывается и даже в христианстве которого все равно погрузили или которое все равно погрузили в общую атмосферу забвения правды ведической но все таки это тоже ценное восстание для нас людей ищущих правду и часто нам приходится восставать против лжи как восстал тогда Христос обратившись к фарисеям лицемером и заблуждающимся заблуждающимся возможно искренне но если человек заблудился все равно он заблудился поэтому это не снимает с него проблемы он не имеет хамса чакры то есть отличающие чакры добро от зла правду от неправды понимаете формалистику от истины содержания вот если у него чакра не работает то он будет фарисеем добровольный фарисей или злонамеренный то есть знающий что это зло что это фальш но все равно повторяющий то что повторяют руководители фарисейского движения так что наш мир очень сложен и истинную правду помогает найти страстное стремление человека к ней к правде если у человека нет стремления к правде а есть приспособленчество конформизм то есть себе сделать сейчас на данный момент удобные условия но продать истину то естественно жалкий конец все равно будет у такого приспособленца и вот хорошо все это что в динамике каждой религии есть узлы правды и ухвативший за этот узел попавший в сети иудаизма христианства и других направлений он все-таки выходит победителем поскольку включает собственные чакры собственного знания собственного видения и опознания правды так сказал наш рассказчик Федор читателям радуйтесь что мы слышим людей подающим нам пример раз Федора «Музыка» «Музыка» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok